МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа все по науке, ничтожной и человечески. И сегодня мы не будем ни о чем говорить, потому что я испепелю вас, жалкие насекомые. А теперь вопрос для наших внимательных телезрителей. Вы могли подметить, что во своем вступительном слове Дарт Вейдер допустил три грубых ошибки. Попробуйте обнаружить все три. Время. А теперь, внимание, правильный ответ. Во-первых, Дарт Вейдер – это темный властелин и император могущественной межзвездной галактической империи. Вряд ли он стал обращаться к телезрителям на русском языке. Во-вторых, это никакой не Дарт Вейдер вовсе, а переодетый в костюм ведущий этой программы. Дарт Вейдер Насекомые – это самый разнообразный класс животных на Земле. Насчитывает более миллиона разных видов, и это только те, что известны ученым. А ведь дотошно энтомологи по всей планете чуть ли не каждую неделю открывают все новые и новые виды. Это, пожалуй, самые жизнеспособные существа. Они обитают даже в Антарктиде. А еще насекомые очень старые. Если сравнивать возраст, люди по сравнению с ними – младенцы. 35 тысяч лет до н.э. в пещерах на территории современной Европы появляются первые наскальные рисунки. 146 год до н.э. Карфаген полностью разрушен и превращен в римскую провинцию. 1147 год. Впервые в исторических летописях упоминается Москва. 2014 год. Впервые в эфире краевого телеканала СТВ появляется научно-популярная рубрика «Все по науке». Но есть кое-что, что оставалось неизменным, пока происходили все эти, безусловно, важные исторические события. Вот эта муха оставалась в той же позе, в том же положении, застывшая в янтаре. Вот она, красавица, этому образцу 40-50 миллионов лет. Вымирали динозавры и мамонты, соединялись и разделялись континенты, глобальные похолодания сменялись потеплениями. А муха оставалась все той же мухой, настолько обычной и похожей на современную, что рука невольно так и тянется к мухобойке. На выставке насекомых в янтаре в Ставропольском краеведческом музее имени Прозрителева и Права несколько десятков таких маленьких путешественников из далекого прошлого. Татьяна Владимировна, расскажите, вот эти насекомые, они сильно отличаются от тех, что сейчас ползают, летают? Хотя представленным образцам порядка 40-50 миллионов лет, но в принципе они не имеют каких-либо мутаций и, в общем-то, не отличаются от современных насекомых. И многие из нас могут в них легко признать тех насекомых, которых мы встречаем в природе довольно-таки часто. Это бабочки, жуки, ручейники, мухи, тараканы есть. Теперь у каждой из этих букашек свой личный маленький мавзолей. Если же говорить о том, какой из насекомых сегодня является самым старым, то ответ весьма очевиден. Это наглые, рыжие, усатые тараканы. Ученые выяснили, что эти малые жили на Земле еще 400 миллионов лет назад. И за это время их так никто и не смог вывести. Всех их можно здесь рассмотреть, посмотрев в окуляр, который увеличивает в несколько раз этих насекомых. Поэтому все это очень хорошо видно. Кстати, первые насекомые в коллекции главного краеведческого музея региона появились благодаря одному из его создателей, Георгию Константиновичу Праве. Оказывается, он был большой любитель побродить с сачком и попрепарировать маленьких букашек. Хорошо представлен половой деморфизм, то есть разница в строении самок и самцов. На примере отряда жуков. В данном случае вот самец имеет очень такие большие развитые верхние челюсти, которые превращаются как в рога. И жуки, соответственно, называются жуки-рогачи. Современные же ставропольские ученые изучают насекомых прежде всего с практической целью. В аграрном регионе тем, кто занимается сельским хозяйством, важно знать, какие насекомые вредны для посевов, какие полезны. И регулировать их численность так, чтобы всем было хорошо и дикой природе, и сельхозработникам. При виде вот этого стенда сердце любого неравнодушного к своей профессии агронома должно быть охвачено радостью с такими даже, наверное, маленькими нотками злорадства. Долгоносики, нарывники, чернотелки. Никто из этих насекомых больше не причинит вреда сельскому хозяйству. Они вот очень смирненько теперь лежат приколотые такими гвоздиками и слушат полезному делу просвещению будущих специалистов в области защиты растений. На кафедре защиты растений Ставропольского государственного аграрного университета обширная энтомологическая коллекция. Есть и такие редкие экземпляры, которые далеко не в каждом музее встретишь. Анна Петровна, ну давайте смотреть, что у нас тут есть. Вот тут написано «гигантский кузнечик», хотя животное больше какого-то жука напоминает. В нашей коллекции на кафедре химии защиты растений имеется такой редкий экземпляр, который занесен в Красную книгу Ставропольского края, внесен в Красный список Европы и относится к категории номер один, то есть это исчезающие виды. Это действительно кузнечик, который обитает в причерноморских степях и является эндемиком этих причерноморских степей. А теперь информация из рубрики «Это полезно знать». Часто говорят саранча и кузнечик, а как отличить их друг от друга, люди не знают. И мы хотим показать, что у саранчи, как правило, бывают очень короткие усики, меньше длины половины тела. А у кузнечика, если мы посмотрим, то у него очень длинные усики, которые по своей длине превышают длину половины тела насекомого. Теперь вы точно будете знать, что за зеленое прыгучее существо проникло к вам через окно и никак не дает себя поймать. Впрочем, порой насекомые предстают перед нами в совсем необычном виде. Пойди догадайся, что зеленая волосатая гусеница в будущем превратится в красивую, удивительную бабочку. Трудно поверить, что содержимое вот этой пробирки ничто иное, как личинки божьих коровок. Проходит всего пара недель, и вот эти темные, невзрачные существа превращаются в хорошо нам знакомых ярких пятнистых насекомых. Вот у Андерсона была сказка про гадкого утенка, который в прекрасного лебедя превратился. Вот он и про божью коровку мог бы похожий сюжет придумать. А эти студенты точно знают, хищные виды божьих коровок приносят пользу не только красотой, но и делом. Они уничтожают вредную для посева в тлю. А вот радикальные методы борьбы с сельхозвредителями, вроде взять всех да уничтожить, оказывается совсем неприемлемы. Потому что это нарушит пищевую цепочку, и вся экологическая система полетит в тартарары. Поэтому современная защита растений – это вам не ленты от мух развешивать или отраву от тараканов рассыпать. Здесь все должно быть по науке. В рамках работы Ставропольского отделения Русского анатомологического общества, которое функционирует на базе нашего университета и нашей кафедры, ученые ведут сотрудничество, обмениваются опытом по методам мониторинга тех или иных насекомых, обмениваются опытом по формированию комплекса мероприятий по защите от тех или иных вредителей. А вообще современным энтомологам еще хватит работы. Миллионы насекомых живут на земле, в воде, в воздухе, даже в других животных и растениях. Они выдерживают крайне низкие и крайне высокие температуры и выживают в таких условиях, что Дарт Вейдеру ни его маска, ни костюм не помог бы. Это был Леонид Нечапуренко. Любите науку, это интересно и полезно. До свидания.